Хотели как лучше, а получили проблемный участок. И депутаты городского Маслехата начали объезды строящихся и ремонтируемых дорог в городе. Одним из мест посещения стали участки улиц Ческая и Камали-Дюсимбекова. Почему народные избранники остались недовольны увиденным в сюжете Ирины Фабещевич? Это будет, и мы возвращаться будем к этой дороге. Это будет проблемная дорога. Я думаю, что не за горами придет время, когда мы будем рассматривать расширение дороги. На днях открыли после капитального ремонта дорогу на Дюсимбекова. Тут появилось много всего нового. Гладкий асфальт, бордюры, светофоры, активные пешеходные переходы, ливневка, что очень важно. Технический тротуар и тротуар большой и просторный для пешеходов. Правда, он еще в работе. Но все это отошло на второй план, когда депутаты начали высказываться о ширине проезжей части. Грубо говоря, трехполосная дорога потеряла полосу, о чем население пожаловалось депутатам. Вот туда дорогу уже сузили. При повороте могут задеться машины. Зимой, как сказать вам, коля будет, может авария будет. Две машины не поместятся. Дорожные службы здесь будут ненормально чистить. Здесь же зато, помню, вот посмотрите, съезд, вопрос именно съезда. Неужели нельзя было его чуть-чуть расширить? Подрядчик делал дорогу на совесть и по проекту, и не к нему сейчас вопросы. Проект согласованный в экспертизе в Астане с проектным институтом, с коммунальным хозяйством и с ОАП города Караганды. То есть, здесь этот проект, который прошел экспертизу, и чтобы это взять просто так и расширить дорогу, не представляется возможным. Но почему-то сузилась дорога? Не могу сказать. Дорога в некоторых местах была шире, в некоторых хуже. Как говорил проектировщик, мы можем сделать только прямую дорогу. Если она везде проходит только такой шириной, значит она везде будет такой шириной. По словам подрядчика, 15% стоимости работы без того ушло на пожелания жителей и специалистов коммунального хозяйства. Это, к примеру, обустройство ливневок и устранение всех ошибок, связанных с инженерными сетями. Ни то, ни другое при проектировании еще в 2020 году ни местным проектировщикам не учитывалось. Пока не ясно, как будут выходить из этой ситуации. Депутаты определили произвольное место, откуда взяли керн самого дорожного покрытия. Предварительно толщина слоев даже запасом. Будет еще анализ на химический состав. А вот на участке асфальтная бытовая в рамках того же ремонта Чицкой работы полным ходом. Тут откроют дорогу на этой неделе для проезда и пойдут дальше. По словам подрядчика, проблемы и незапланированные работы стали появляться сразу. От этого и отклонение от графика. Зато обещают, все будет качественно. Многие вещи потеряны были. Сейчас, естественно, вместе с автором проекта, надзором, они проверяют, находят и обходят вот эти проблемы. И за это тянется. Ну, проект вообще на два года просчитан. Поэтому надеемся на качество. Совместно будем все контролировать. Что в будущем, как говорится, во благо использовать. Чтобы она... Самое, что интересно, у нас пять лет гарантии есть. Вот это вот один плюс. Раньше, помните, она на краткий срок был. Для улучшения качества, к примеру, применяют армирующие геосетки, которые помогают распределять нагрузку. Следовательно, асфальт не должен деформироваться и будет дольше служить. В этом году дорожная ремонтная компания планирует поднять процент дорог в удовлетворительном состоянии с 72,2% до 79%. Контроль за качеством со стороны депутатов городского маслехата будет вестись постоянно.